Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава книги Неемии. Читаю свой перевод для библейского портала Экзегет с небольшими комментариями. Рубеж VI-V веков. Иерусалим лежит в разваленных после Вавилонского разорения в начале VI. И Неемии вместе со своими товарищами, вместе со всеми иудеями отстраивает его стены. Это очень тяжело, потому что окрестные народы против. Не только тяжело вообще строить, понятно, всегда трудная задача, но и не дают окрестные народы, или, может быть, пока дают, но в любой момент могут напасть. Но это угроза извне, а изнутри нет ли какого сопротивления? Неужели все прям так горячо настроены продолжать это дело, ни у кого не опускаются руки в таких сложных условиях? Пятая глава как раз об этом. В народе стали раздаваться горькие жалобы, в том числе и от женщин, и от собратьев и иудеев. Вот что говорили одни. Много нас вместе с сыновьями и дочерями достать бы нам зерна на пропитание, чтобы нам выжить. А другие говорили. Наши поля, виноградники и дома мы вынуждены отдавать под залог, чтобы достать зерно во время голода. А третьи говорили, чтобы оплатить царскую подать, мы берем взаймы под залог наших полей и виноградников. Мы точно такие же, как и наши собратья, и дети у нас такие же, как у них. Но нам приходится отдавать сыновей и дочерей в рабство. Вот уже некоторые из наших дочерей порабощены, а у нас нет средств для выкупа. Поля и виноградники отошли другим. То есть, смотрите, на что они жалуются? Они могли бы жаловаться на то, что у нас большая проблема, вокруг нас враги, на нас нападут. Вот все время люди любят на это жаловаться. Кругом враги нападут скоро. Они жалуются на своих собратьев. Они заняты стройкой, поэтому понятно, что у них мало времени для добывания пропитания себе самим. И особенно если не урожай. Ну, в те времена сельскохозяйственные технологии примитивные. Любой не урожай – это сразу опасность голода. И чтобы чем-то прокормиться, они отдают в залог свои поля, наделы. Даже детей продают в рабство. А кому? В том числе своим собственным собратьям. Как всегда, социальное расслоение. То есть, они жалуются на несправедливость внутри своего народа. Получается, что они строят храм, город, отстраивают. Но при этом одни наживаются, а другие нищают. И вот это главная проблема. А не то, что вокруг враждебные народы готовы и напасть. Они всегда будут, эти народы. А внутри-то что? Я пришел в ярость, услышав их жалобы и такие рассказы. Все обдумав наедине. Вот не имея обязательно это подчеркивать. Помните, как он перед началом строительства ночью объехал на ослике все разрушенные стены. И вот встретился с разрушенным городом. И тут он наедине все обдумал. Все обдумав наедине, я обвинил знати начальников, сказав, что они наживаются на беде своих собратьев. Я собрал по этому поводу большое собрание и сказал им. Мы выкупали наших собратьев иудеев, проданных другим народом, сколько нам доставало средств. Ну, то есть, в рабство попал иудей, и другие иудеи платят его цену, стоимость, чтобы вернуть его. А теперь вы сами продаете своих братьев, что же нам и их выкупать? Они молчали, не говоря ни слова. А я продолжил. Дурное дело вы творите. Неужто живете, не боясь ни Бога, ни позора перед враждебными нам народами? Сам я и братья мои, слуги давали взаймы и серебро, и зерно. Но давайте откажемся от наживы. То есть, для того, чтобы действительно построить что-то общенародное, общенациональное, нужно перестать наживаться друг на друге. Вот это то, что не позволит совершить ничего значительного. Не враги, которые нападут с луками, копьями и стрелами. У нас самих луки, копья, стрелы есть, отобьемся. А вот когда внутри одни начинают наживаться на других, это надо прекратить. Тогда у нас что-то выйдет. Сегодня же верните им полей, виноградники, оливы и дома и проценты с серебра, зерна, вина и масла, которые вы с них брали. Они ответили, все вернем и назад, не потребуем, сделаем, как ты говоришь. Я взял с них клятву, призвав священников, что именно так они и поступят. То есть, Богу пусть обещают, а не лично мне. А еще я тряхнул полу своей одежды со словами. Всякого, кто не исполнит клятвы, также отряхнет Бог от дома имущество, стряхнет его прочь, без ничего. И все собрание ответило, аминь. И имущество он отдельно упомянул, потому что для этих людей очень важно сохранить свое имущество. Денежки они любят. Народ прославил Господа и поступил, как было решено. С того дня, как назначили меня наместником Маудии, а его официальный царь туда отправил, это не его частное дело. С 20-го по 32-й год правления царя Артаксеркса все 12 лет ни я, ни братья мои не получали того, что полагается наместнику. Тогда система какая была? Кормление, как это называлось на Руси, но это было более-менее повсеместно. То есть, ставят начальника, начальник обладает полномочиями, вот он сам себя и кормит. Государство ему ничего не платит. Из казны ему ни копейки, наоборот, он в казну подает подати. Но при этом он с народа и себе не забывает собрать в карман. Так вот, он отказывается от этой практики. Прежние наместники, кто был до меня, дорого обходились народу, требовали с него пищу и питье, вдобавок 40 шекелем серебра. 40 шекелей серебра, это, соответственно, не очень большая сумма. Но, очевидно, налог, трудно сказать, вряд ли с одного человека, с одного это все-таки многовато. Шекель это 10 с небольшим грамм. То есть, ну, около полукилограмма серебра, ну, может быть, там, с дома, с семьи, там. И так же и слуги их притесняли народ. А я так не делал, потому что боялся Бога. Я участвовал в восстановлении городской стены, на эту работу собирались все мои слуги. А полей мы себе не приобретали. За столом у меня собиралось по 150 начальников и простых иудеев. Это не считая наших гостей из других народов. Наоборот, он кормил, да. Ну, он был, очевидно, состоятельный человек. Я напомню, что до того, как стать наместником иудеев, он был виночерпием царя. То есть, должность большая, очевидно, у него там и состояние серьезное. И вот что готовили на каждый день. Одного быка, шесть отборных овец и птицу. А раз в 10 дней доставлялось в изобилие всякое вино. Да, то есть, не слишком они там пьянствовали, но было, чем промочить горло. А положенного наместнику я не требовал. Ведь народ и без того тяжко трудился. Помяни меня, Боже мой, за все добро, которое я сделал для этого народа. Вот, казалось бы, зачем это все нужно? Хвастовство такое, я не имею хорошее. Да нет, очень важный урок. Для того, чтобы что-то построить, народ должен установить среди себя солидарность и справедливость. То есть, когда одни богатеют, другие нищают и вынуждены продают свое имущество и отдают своих детей в рабство. Но сегодня, допустим, в рабство не отдают, но все остальное очень похоже. Вот тогда ничего не получится. И когда начальник думает о том, как бы самому прокормиться, ничего он не построит. А если он становится начальником для того, чтобы, наоборот, свои средства тратить на помощь неимущим, вот тогда можно ожидать действительно какого-то успеха. Продолжение следует...